Всем привет! Привет! Главная новость этой недели заключается в том, что именно вы, дорогие зрители, помогли наконец-то к нам выбрать название для нашего нового канала с горизонтальными видео. Спасибо всем, кто участвовал в голосовании. Было очень много прикольных вариантов и комментариев, например, здесь, здесь и здесь. Но в итоге наш новый канал будет называться «Много начинки». Ура! Название действительно звучит прикольно. Ты можешь прямо сейчас подписаться на новый канал, ссылка будет в описании, и ты станешь одним из первых, кто увидит наши новые видео, а их будут много, и они будут прикольными. А сегодня у нас настоящий хит-парад. Мы покажем топ-7 самых необычных суши. Будь уверен, что ту дичь, которую мы сейчас покажем, ты точно не сможешь заказать ни в одной доставке мира. Ну что, пора перенестись на нашу кухню и посмотреть, кто же на седьмом месте. Для начала сделаем рис и подготовим рыбу. У нас тут великолепный и очень свежий 7-килограммовый лосось. Делаем надрез вдоль спины и снимаем филе. Сначала первое, а потом второе. Осталось зачистить каждое филе от лишнего жира и снять кожу. Готово! Чтобы получить идеальный рис для суши, мы взяли 1 килограмм риса и литр 100 воды. Для заправки мы смешали 200 миллилитров рисового уксуса, 180 грамм сахара и 10 грамм соли. Это идеальные пропорции. Можешь сделать себе скриншот. Ждем, пока рис немного остынет и постепенно вливаем в него заправку. У нас получился идеальный рис для суши. А на седьмом месте рецепт, который по сей день гуляет в интернете – суши бейк. Берем несколько крабовых палочек и разбираем их на волокна. Заливаем майонезом и шри рачи, чтобы получить спайси соус. Как следует перемешиваем. В форму для запекания сначала выкладываем слой риса и утрамбовываем мокрыми руками. Затем идет часть начинки – тонко нарезанная авокадо и снова начинка. Посыпаем измельченным нори и убираем в духовку на 15 минут. Как только запеканка испеклась, выкладываем сверху икру тобика. И еще немного японского майонеза. Берем часть запеканки и заворачиваем в нори. Мне очень понравилось, я абсолютно поражена. Это самая, на мой взгляд, потрясающая замена роллов в горячем виде. Здесь такой нежный рис с сочной начинкой из краба, авокадо и лопающейся икра. В общем, ребят, обязательно готовьте, не пожалеете. Ну а если тебе сложно крутить, лепить роллы, то шестое место точно для тебя. Мы назвали его «Все смешай суши». Самым сложным в этом рецепте было нарезать все ингредиенты. Затем мы смешали рис с крабом, авокадо и огурцом. А еще добавили кубики свежего лосося и как следует все перемешали. На лист нори выложили начинку и как следует ее утрамбовали, а сверху накрыли вторым листом нори. Нарезали на ровные квадраты и обваляли в кунжуте. Смешая все суши, оказались вкусными, но времени потребовалось ровно столько же, как и на обычный ролл. А следующий вирусный рецепт называется суши-лодка. И его особенность в том, что там сочетается несколько видов морепродуктов. Поэтому качество и свежесть ингредиентов очень важны. Вик, кстати, я вот все время у тебя хотел спросить, а где ты берешь такие свежие морепродукты? Вот лично я покупать морепродукты в российских магазинах опасаюсь. Потому что их могут заморозить по нескольку раз. Они ездят со склада на склад. И в общем их судьба очень призрачна и туманна. Ты все еще не знаешь про прикольный магазин на Авито? Называется Forward Fish. Это ребята из Владивостока. Они прямо там в море вылавливают гребешки, осьминога, мясо краба. Все это тут же замораживают и отправляют к нам. Кстати, вот ты сейчас сказал про осьминога. Я на самом деле их просто обожаю. А можем мы добавить его в нашу суши-лодку? Обязательно добавим. Кстати, у ребят не просто осьминог, а осьминог холодного копчения. Они готовят его по собственному рецепту. Замораживают, а после разморозки он полностью готов к употреблению. Круто. Давай сейчас попробуем. Я попытаюсь его вызвать. Давай. Давно не тренировался. Сейчас еще раз. О, совсем другое дело. Мы, кстати, готовили осьминога несколько раз. Да? Так что мы знаем о них буквально все. Все, попробуем. Я просто в восторге. Есть убеждение, что осьминоги резиновые. Понимаешь, неправильно приготовить их. Это абсолютно не тот случай. Он очень нежный. Тает во рту. Нежнятина. Пух. И с таким копченым дымком. В общем, хочется это есть и есть. Это будет классно. С картошечкой, да? С рисом. Да с чем угодно. Да и просто без всего. Честно говоря, я даже не знала о том, что осьминога можно сделать копченым. Абсолютная находка для меня. В общем, друзья, обязательно рекомендую вам попробовать этого осьминога. А нам еще и грибешки зашли. Топ. Все это можно заказать в магазине на Авито Forward Fish. Ребята все очень четко упаковывают и с доставкой никаких проблем. Ссылку оставлю в описании к этому ролику. Переходите туда. Покупайте осьминогов и другие морепродукты, пока их не разобрали другие. Главное вовремя успеть. А для суши лодки берем большой огурец. Разрезаем пополам и вынимаем мякоть. И в эту траншею укладываем сливочный сыр с хлопьями чили. И разравниваем его. Сверху выкладываем креветку, гребешок, того самого осьминога, мясо краба, авокадо и крутобика. По мне так лодка удалась. Идеально для компании можно на одну лодочку сделать 5-6 вкусов. Тут и креветка, и лосось, и осьминог, конечно. В общем, обязательно готовьте. Суши или пицца? Суши-пицца. Она на четвертом месте. Мы взяли 7 листов нори и вырезали из них 7 одинаковых треугольников. На каждый треугольник положили рис мокрыми руками и сформировали бортики. Каждый может сделать свою любимую начинку для пиццы. А у нас же она получилась классической. Лосось, авокадо, немного японского майонеза и шрирача. Суши-пицца получилась очень красивой, и пришло время ее попробовать. Это бесспорно очень красиво и необычно. Если хотите кого-то удивить, нужно готовить. Но это невероятно муторно и долго. Поэтому если хотите пообедать или поужинать быстро, то стоит заказать роллы. А мы приближаемся к тройке лидеров. Если любишь похрустеть, то этот суши-сэндвич покорит твои вкусовые сосочки. Третье место. На этот раз мы разрезали лист нори пополам и наполовинку налепили 120 граммов риса. Разрезали пополам, каждую половинку перевернули. Намазали сверху по 30 грамм творожного сыра. И собрали вот такой вот сэндвич с лососем, который затем обваляли в кляре, потом в сухарях и затем пожарили в растительном масле. Наш сэндвич готов. Нарезаем пополам и пробуем. Мне очень понравился этот сэндвич. Во-первых, я люблю хрустяшку. Во-вторых, это хорошая альтернатива обычным роллам. И в-третьих, он делается реально быстро. В общем, супер. В этом бургере точно нет мяса. На втором месте суши-бургер. Ни одна корова не пострадала. Нарезанный мелкими кубиками лосось смешиваем с японским майонезом и соширирачей. Мы заранее заморозили рисовые лепешки. В каждой по 150 грамм риса. А потом пожарили до золотистого цвета. А теперь настало время собрать наш бургер. На рисовую булочку выкладываем лосось, сверху салат чука и крутобика авокадо и накрываем следующей булочкой. По мне, так это топовый суши-бургер. Рисовые котлеты получились хрустящие, внутри мягкие, горячие. Начинка может быть абсолютно любой. Креветки, тунец, гребешок, краб, крабовые палочки. В общем, по мне, это очень крутой бургер. Абсолютный лидер нашего хит-парада – суши-дог. Заслуженное первое место. Для начала делаем уже известную нам смесь из крабовых палочек, японского майонеза и шрирачи. Лепим 120 грамм риса на 3 четверти листа нори. Выдавливаем туда творожный сыр, а поверх него кладем крабовую начинку. Неумело заворачиваем и получаем вот такую колбаску. Обмакиваем ее в кляр, в панировочные сухари панка и поджариваем со всех сторон. Делаем надрез и вкладываем туда любимую начинку. У нас это огурец и кубики тунца. И для красоты, конечно же, икра тобика. Получился реально крутой японский фастфуд. Хрустящий, сочный, рыбный. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Все 7 рецептов. Кстати, мы снимали его целых 3 дня. Если тебе понравилось это видео, обязательно поставь нам лайк. Подпишись и колокольчик поставь тоже. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова